Субтитры сделал DimaTorzok Я этого батюшка, судья, я еще долго буду видеть, потому что очень много судебных исков у меня накопилось с сотрудником СИЗО по нарушению моих прав, и прогулки меня не прогуливают, и там кошмар что творят, я живу, можно сказать, в коридоре, раздевали меня при женщине, я говорю, почему ты меня при женщине раздеваешь? Он говорит, ну ты ей нравишься, у тебя фигура хорошая, не то, что у меня, там такие поросят, вот я говорю, я понимаю, что я ей нравлюсь, но тогда вы можете меня закрыть с ней наедине, пусть она там смотрит, что вы тогда выпряляетесь, если это для нее спектакль. И все заявления, которые я сейчас пишу руководителю СИЗО, ни одно заявление не регистрируется, вот позавчера я подал 6 заявлений, они их не зарегистрировали, и более того, не отвечают уже на заявление. После того, как прокурор привлек к ответственности, назначил проверку, я вам покажу документ, прокурор, есть прокуроры, молодой, перспективный, не то, что сидел, перспективный, дай бог он станет прокурором города. Пришел и говорит, журнал сфальсифицирован, а теперь, наверное, нужно всего лишь найти, кто сфальсифицировал этот материал и привлечь к уголовной ответственности его. Он говорит, журнал переписан, это ответ начальника на фальсифицированные мои якобы нарушения, но я по закону, я же мимо начальника, я же читаю законодательство, отмена нарушения, якобы я спал под одеялом, но с ПВРом меня никто не ознакомливал. Это привлечение к ответственности тех лиц, которые не выводили меня гулять. Это два ответа, ну так какался начальник, наверное, что два прислал мне. Это начальник управления судебных приставов Лысов какой есть. Лысов стыдно должно быть, который прислал мне ответ, что в моих доводах не обнаружено, не нашли своего подтверждения, мои слова. А прокурор пришел, посмотрел камеру и говорит, да что Лысов балабол, как минимум. А прокурор привлек к ответственности. И это только одно заявление, 10 числа, они же сейчас будут рассматриваться. И пока я здесь буду находиться, помимо того, что кормят нас ужасно чем, понимаете, это оказывается в котел каши, они кидают 14 килограммовый куб масла. Представляете, масло положено задержанному 20 грамм в сутки, они говорят, мы его в кашу добавляем. Но там же есть осужденные, а им положено 35 грамм этого масла. Почему вы их отделяете, то есть как вы их, получается, выделяете? То есть вы мне 2 ложки каши, а им 4 ложки каши накладываете? Почему тогда каши им больше, если масло им положено больше? Молоко так же им положено, 100 грамм в день. Где это молоко? Пока я не начал писать жалобы, ни один заключенный не получал кашу на молоке. Сейчас они хоть кашу на молоке едят. Вон сборки мне говорят, что да, начали кашу на молоке давать. Чем занимался Ян Николаевич здесь, я не понимаю? Хулиган. Как моральный дух Александра? Только держусь за счет ваших писем. Писем огромное количество, более того, стали украсть деньги мои. Но сегодня, вчера, то есть я поднял реестр отправленных писем и обнаружил, что оказывается 10 писем как минимум у меня украли. Украли письмо Юшкова Юлия Михайловна, Мухман Елена. Благодарство огромное. Она мне пишет по 5 писем в день. Там по 5 листов в одном письме. Все новости, все ролики. Ролик Навального. Жене пару теплых водок, скажи. Люблю сильно, очень скучаю по вам. Посмотрите ролик Навального, что там, как его травили. Вы видели? Сколько миллионов просмотров за пару дней? Я посмотрел, я охерел. 14 всего, по-моему. 18. А, уже 18? Вчера было 14. Ну, я видел 4 миллиона там за пару дней. Уже успел посмотреть. А другой был. Вот моя ошибка, я ляпнул. Я ляпнул. И в один день 3 обыска, 4 обыска с разницей в час. Я говорю, вы что творите? Телефоны ищу. Какой телефон мне Мухман написал полностью этот ролик. Вот он, письмо вы же видели, оно пришло полностью. Стенографировали? Нет, оно, текст пришел. Да, стенография. Да. Я говорю, какой телефон? Вы что? Говорю, у вас что, телефоны здесь что-то? Нет. Ну, как, что вы меня ищете? Все нормально. Здоровье только тебе. Здоровье. 3-го числа, когда была у нас очная ставка с Филе, я вызвал утром с доктора. Потом была очная ставка, после которой мне еще хуже стало. 3-го числа мне не предоставили врача. 4-го числа я прям орал вызовите, у меня голова раскололась. Не вызвали врача. 5-го числа так же не вызвали я прям и в обед, и утром вызывал врача. Не вызывали. И ночью 5-го числа пришлось вызвать скорую. У меня было прям головные боли, ужасные укол сделали. Все было нормально. Пришел в себя. 6-го числа появился медсестра появилась. Согласно ПВРу, медсестра должна присутствовать при каждом обходе. Утром и вечером на обходе должна присутствовать медик. Их нет. В принципе, говорят, у нас плохо с кадрами. Давайте я буду ходить. У меня есть медицинское образование. Как у переводчика. С ФТУ заканчиваю. Ну переводчик, я медик. Туалетную бумагу, в принципе, я хочу, чтобы родственники задержанных знали, что мыло и туалетную бумагу положено, согласно 41-му пункту правил внутреннего распорядка, бесплатно вам давать. А вы эту бумагу покупаете почему-то в магазинах. Кстати, та бумага, которая положена тебе давать ее бесплатно, она стоит в магазине 11-10 рублей. Начальник при УНК сидел, краснел, говорит, пусть пишет заявление, я ему, может быть, выдан. Что значит, может быть, а без заявления не выдан. Там четко написано, что вы обязаны каждый месяц для общего, на общак, на камеру, согласно задержанным, сколько в камере находится, выдавать. Количество мыла, количество буду знать. 700 человек здесь находятся, буду знать. Значит, до сих пор ничего не выдавалось. Вы представляете, какие масштабы воровства. 20 грамм только, если взять только задержанного, обвиняемого, 20 грамм ему положено в сутки масло, 100 грамм положено молока, 100 грамм мяса, рыбы, 90 грамм мяса, говядина, 35 курицы положено. Ничего не выдавалось. Пока я не начал поднимать эти вопросы, ничего не выдавалось. Сейчас начали выдавать. Вместо 100 грамм мяса, мне уже говорят, Саша, только рот закрой, на тебе 8 сосисек. Вы сами эти 8 сосисек жрете. Вы посмотрите, там туалетная бумага на опилке. Начальнику говорю, где я? Почему вы не выдаете? Буду знать. А до сих пор вы не знали. Сколько лет ты начальником работаешь? Написал на имя директора, вот он, пожалуйста, 163, только часть не знаю какая. На имя директора написал жалобу, приходит, сам говорит, забери жалобу. Я говорю, хорошо, заберу. В камеру возвращаюсь. Это мне говорит, вот тебе, пожалуйста, еще одна статья. Скажут, что ты бумага. Вы мне отвечали? Здоровья вам. А был-то майор. Это мой помощник. Вот скажите, каким образом обнаружили, вот я жаловался не только вам, я жаловался еще у управления. Я не обнаружил вас на приеме, в следственном изоляторе вам приема. Вы уже определили, что я остаюсь в следственном изоляторе. Решилось. Я приду. Он, кстати, был на проверке, я сказал, что нарушений в данном случае нет. Сам их решаю, эти вопросы. Я пожалел, так скажем. Но, как мне сказали, что, Саша, ты не выйдешь. Живой и здоровым. Но, я же вам сказал, уважаемые зрители, кто-то должен жертвовать собой, потому что этот бардак так и будет твориться в нашей стране. В данный момент не только мертвые души в СИЗО присутствуют. Там кошмар, что творится. Я уже молчу, что мне говорят, не хочу их сдавать. Говорит, работаем, Саша, за троих, за пятерых. По выходным там вообще бардак. На целый корпус, 3-4 этажа, два сотрудника. Два сотрудника живых, которые стучатся. Вот у меня сосед по камере, я слышал, как стучит. Просят медика, ему медика не давали. Ему медика предоставили, только когда приехал Леонов из УНК. В соседнюю камеру Леонов зашел, ко мне не зашел. Вчера это было. Так что и камеру, кстати, ужасная у него камера была. И дали ему хорошую камеру. Он в СИЗО сидит в этом карцере. До этого была у нас ужасная камера. Но как приехала проверка, о проверке знает вся тюрьма. Мы все знали, что проверка. Потому что там есть такой Василий, он побелкой быстро начал заниматься, подметать там начал. И всем говорили, что кроме моей камеры, всем говорили проверка. Тихо, шашу, никто ничего не говорил, всем молчать. И я вообще-то думал, ко мне кто-то приедет. Ну, даже сокамернику сказал, что жди, готовь речь, потому что по-любому. Но сокамерник у меня такой, знаете, приспособленность к жизни. Мы сейчас гуляем два раза в сутки, потому что прокурор сказал, что надо гулять, выведите его погулять. Это уже не выводили. Я говорю сокамернику, ты же ездил на суд два раза, ты имеешь право на две лишних прогулки. Давай погуляем. Саня, я не буду с ними ругаться, мне у него убийство, я согласен. Он подписал там, все нормально. Он говорит, мне вместо шести лет дадут десять. Я говорю, счастливый ты человек, а мне-то пятнадцать дадут за то, что я не делал. Самое главное, что я хочу сказать, что Дымченко-заменитель, вот следователь там сидел. Такой же, по моему мнению, преступник, как все остальные. Была очная ставка с Филином, ой, Филином, с Филимоновым. Забыл его. Четыре раза задавал вопрос один и тот же. Четыре раза, пока Филимонов не ответил так, как нужно. И все термины, Дорогов и Котелевский, Дорогов и Котелевский, Дорогов и Котелевский. И термины, которые, я с ним общался несколько лет, у него терминов таких не было в лексиконе. Он использовал слова, как мессенджер. Он никогда так, мы с ним общались по мессенджеру в Асап. Он в Асапе, в Асапе, ну колхозный, штык он, куланой. Разговариваем и в Асапе, в Асапе. По мессенджеру в Асапе мы разговаривали. Я говорю, Филимонов, у меня есть доказательства, видел, что ты врешь. Добавить хочу, хотя мне уже дали. Я хочу добавить, что там было несколько у нас встреч и все это монтаж. Ни экспертизы не было, он даже не видел этой записи. Один раз мы с ним разговаривали. И самое главное, что Котелевский рядом даже никогда не сидел. И он это признает. Он признает, что Котелевский сидел там-то. И на видео есть, где потом, после того, когда Котелевский, этот Филимонов не предлагал деньги, я открываю дверь машины и кричу, Ян, поехали. Это было один раз. Он никогда не посмел ничего делать. И самое главное, что за полгода, сколько я нахожусь якобы под следствием, ни разу меня даже не опросили. Я говорил, я готов дать объяснение, я готов дать показания. Почему не объяснение? Сразу сделали бы мою очную ставку с Филимоном. А мои показания? Вы не хотите узнать мое мнение? Что было, что не было? Почему вы сразу очную ставку делаете? Почему не сделали мне очную ставку с Гороховым, с этим Балаболом? Кстати, очень им не повезло, что я сидел в Егоревске, потому что они сами местные в Егоревске, работали в полиции. И с их подельниками я сидел в камере. С подельниками Рябчиков, чтобы твоей жене, детям было стыдно. Рябчик, как бы отнимали жилье у детей, как мне рассказывали, как ты там мошенничал на халяву. С женой приходил в ресторан и на халяву суши жрали у парнишки, которого не будут сдавать. Но потом и все, ОСБ уже приезжал, показания брали. Они, я думаю, что доберутся и до Рябчикова, и до всех остальных. Очень много нестыковок и по датам. То есть выходит основное расследование, и в тот же день мы с Яном приехали вымогать деньги. То есть мы выпускаем расследование и приходим и говорим, давайте нам деньги полтора миллиона. Яков, за то, чтобы не публиковать? Люди говорят дату о том, что мы вымогали деньги, а почему-то в видео даже на канале, что мы уже раньше об этом говорили, что нам предлагают деньги, на нас выходят люди. Это все есть, это есть видеоматериалы. Как умный, вот Слава Владимирович мне говорил, Саня, когда ты записываешь, пиши их на видео, чтобы не было потом недомолвок, что монтаж, не монтаж. Потому я для Филимонова хочу сказать, что у нас есть видеозапись твоего предложения. И самое главное, что я ни в коем случае не хочу обвинять Филимонова. Видели бы вы его состояние, что с ним сделали. У него левая сторона была вся в шишках, в буграх. Я прошу адвоката запросить обязательно видеозапись из того следственного отдела, где мы были делали. Что показывал мне Филимонов, когда вы ушли? Следователь только вышел. Я говорю, Дима, пятеро детей, ты что несешь? Он говорит, Саня, нет возможности, признушили. Его семью взяли в заложника. Он работал на заправке, там работает мама в бухгалтерии, папа работает, родной брат. Но у брата также уголовное дело возбуждают. Взяли, задали только один вопрос. Семья садится в тюрьму, либо Дорогов? Ну, что бы ответил я, когда бы мне сказали, твоя жена сядет, либо сядет, допустим, Арсентьев? Я бы сказал, Арсентьев молодой, потерпит. А жена моя должна с детьми быть. Так же и у него, у него семья. Посмотрите на его состояние. Он сидел в слезах. Я говорю, зачем ты врешь? Я не понимаю. Ну, сказал бы ты мне, там, Саня, ну, понимаешь, преследователь. Чего ты боишься? Я говорю, тебя били. И на следователя смотрит. Видео возьмите, пожалуйста, достань это видео. Ты увидишь его эмоции, когда я ему сказал, тебя били. Я его знаю, этого человека. Вы посмотрите, я не хочу, чтобы его мама видела это видео, и брат, и папа. У него вся левая сторона, если его не били, то значит, у него тромбы или как, вены повылазили, у него вся голова в шишках была. И он, он и ногти грыз, и что он только не делал. Я кошмар, я на него смотрел, я в шоке был от того, что он слышит. Ну, что ж, я слышу, понимаешь, он такую нес чушь, ту, которую я могла опровергнуть за пять секунд. Если бы, конечно, Дымченко-заменитель был бы заинтересован, чтобы я его опровергал. А им что и нужно? Им нужно, чтобы вот они зашли, кодлы, ушли, поговорили, вышли. Опять мы с тобой в следственном поговорим, в изоляторе. Все, он уже определил, прокурор уже определил, что я остаюсь и никуда не уезжаю. Дымченко-заменитель сказал, это работа на все... Все это херня, хрень полная, хрень в стакан. Я сказал, я даже начальнику СИЗО говорю, киньте нахрен мне гранату в камеру, ну, выведите этого Пухтеева, Сережку, выведите, киньте мне гранату, чтобы я заткнулся. Вот, пожалуйста, реестр моих заявлений. Они хотели у меня тетрадку своровать, но не ту тетрадку. Это реестр моих заявлений, каждый день пишу, каждый день. Плюсики, где ответили, где я пошел навстречу, где нет плюсиков, это все меня проигнорировали полностью. Игнорируют. Это мои замечания. Вот до сорока дошло. Замечания, то, что беспредел творился, все согласно пунктам ПВР, как прописано. Я им сказал, что сейчас я остаюсь после Нового года на праздник, мы с вами начнем и судиться, и поднимать все вопросы, которые были до этого. Так что не зря я просил, дайте мне образцы, дайте мне то, что мне нужно, потому что, я говорю, они сейчас сделали крайним одного заместителя, все шишки на него полетели, но я не согласен. Этот заместитель ведет себя нормально, сотрудничает со следствием, так скажем. А следствие приговорило, что бардак полностью, бардак прям, ну хотя бы, знаете, делают вид, что кормят людей. Я вот сейчас спрашиваю, я говорю, вам дают яйца? Нет. А мне иногда то два яйца дадут, то три яйца, надо только рот закрой. А потом пришел, говорит, мы кашу, в кашу масло добавляем. Я говорю, ты отцу пятерых детей будешь говорить, что такое каша на молоке и что такое каша с маслом? Ты, говорю, посмотри, где там это масло, где там эта пленочка? А я потом считаю, 700 человек, даже если взять 20 грамм, 14, то есть ты кастрюлю с кашей и туда куб этого масла ты кидаешь. А там дети, очень много детей, которым положено вдвойне больше, фрукты, овощи. Женщины есть, которым положено больше. Есть осужденные, у которых порция в два раза больше, чем у меня. Так это все тендеры, это деньги? Помимо того, что давали раньше какую-то тухлую рыбу в томатном соусе, когда я начал писать жалобы, прекратилась подача этой рыбы, дают уже рыбу нормальную, дают иногда полную тарелку тебе, невозможно ее съесть. Вот, из которого перевели на ее голову ко мне в камеру, он говорит, когда так не кормили? Я говорю, а ты уверен, что кормят всех-то? Он говорит, нет, не уверен. Ну, мне говорят, что всех кормят. Сейчас вот в сборке, оказывается, не всех так кормят. Ян Николаевич находится прямо рядом со мной. Раньше Ян Николаевич находился в спецблоке, но так как проверки часто приезжали, ко мне приезжала ОНК три дня подряд, и они очень нервничали. Они переименовали спецблоки в камеры даже. Что мы не в спецблоках уже сидим, мы сидим в камерах. Но все равно говорят, дорогого куда везти? Говорят, в спецблок в треть. То есть все так же осталось. Ян находится слева от меня. Там крикнуть, в принципе, передать вообще проблем никаких. Ну, нельзя, потому что по закону это запрещено. Межкамерное сообщение запрещено. Даже мне пришлось понять, у меня холодильника нет, телевизора нет, вообще ни телефонов, ничего. Так хоть телефон бы дали. Я на окно вешаю продукты, потому что как холодильник. Они мне говорят, межкомнатная связь. Я говорю, ну, согласно законодательству, у вас должна быть точка А и точка Б. Возьмите с меня показания и обязательно возьмите показания с того, с кем я общался. Возьмите объяснение с него, может быть, на самом деле. Надо, возьмем. Я говорю, с кого ты возьмешь? Я ни с кем не общался. Может быть, ты пойдешь в 14-ю там гребешковые сидят. Они говорят, что хочешь, подпишут. Ну, до них-то, извини меня, кричать это до Гжели быстрее докричишься. Отменил я все свои замечания. Второе замечание, он даже не стал меня оповещать о том, что изменено оно или не изменено. Просто сказали, что ты же отказался расписываться. Я говорю, так я же, когда при входе в СИЗО, я также отказывался подписывать протокол о том, что якобы вы ничего у меня не нашли и надо мной не издевались. Я говорю, вы меня раздели в голову, письки-смотрители. Я говорю, вы извращенцы. Я говорю, лишь бы посмотреть куда-то. Может, это положено, но вы мне объясните, разъясните, я-то не знаю. Вы дайте мне ПВР, ознакомьте меня с ПВР. Ничего мы тебе не должны. Подпиши. Я говорю, я обязан подписывать? Да, обязан. Я говорю, я тогда не буду, если я обязан. Потому что обязанность это у вас. Я так и не подписал. Прокурор говорит, мол, нет, что не подписал. А они говорят, обязаны. Более того, хотели как замечание мне это влепить. Еще одно. Один у меня парнишка говорит, там много подписчиков у нас, оказывается, работает. Они так мне шепчут, и она говорит, что хреново тебе будет. Особенно там, когда уйдешь. Она говорит, готовят тебя на кинчу сейчас. Два замечания уже тебе сделали, но я их успешно отбил. Ну, все-таки как-то перевес большой, да, получается, против 40 их замечаний. На два моих замечания. Все-таки мне удалось уговорить их. Они сняли одно замечание. В принципе, официальный ответ есть. А остальные заявления, замечания, они тупо, их просто на них не отвечают. Прекратили отвечать. Они сказали, что, как один говорит, что дороже выйдет, если ответим неправильно, чем просто не ответим и сделают какой-то выговор. Но самое плохое то, что руководство, как я одному сказал, что как кто-то ко мне в камеру заходит, я сразу понимаю, что у меня в миру так было, на свободе так же было. Как майор, так диагноз. Так и там приходит. Я говорю, кто вообще, кто такой? Я заместитель начальника. Фамилия какая. Слишком известная моя фамилия, чтобы тебе ее называть. Я говорю, почему ты со мной разговариваешь? Видео ведется. Вы зачем это делаете? Распишись, что ты получил ответ. Я говорю, так дайте мне ответ. Нет, сперва распишись, а потом получишь. Я говорю, что мне там надо написать? Я такой-такой-то получил ответ. Так я не получил. И не получишь, если не будешь расписываться. Я говорю, так идите отсюда. Не давайте мне ничего. Но в итоге все-таки сжалился он. Отдал мне ответ. Я ему заявил, вот он. Нет, это этот. Кстати, читал, что судья в Подмосковье обвинил меня. Он написал. Смотрел? Я тебе дам. Судья Каширского суда не учел тот факт, что Дорогов может продолжать преступление. А, это имеешь в виду по Московскому областному? То есть он уже определил, что я совершал преступление. И более того, наверняка Екатеревский там совершил. Так я по этому поводу две страницы написал из двадцати четырех. Вот в своем сегодняшнем ходатайстве. Встретили посмотрели, как отвечает начальник СИЗО. И как должно быть по закону? Это ответ из Управления УФСИН по Московской области. Видите, шапка. Для кого? Нет, это прокуратура была. Это Управление УФСИН. И вот сравните письмо с начальником. Так ладно, письмо. Так это письмо собралось три юлиста и двенадцать там этих, чтобы ответили. Я говорю, мы никогда никому не отвечаем. Говорю, зачем тебе надо отвечать? Я говорю, так вы обязаны на письменное моего заявления дать ответ. Он говорит, да мы так тебе словами скажем. Я говорю, а как я обжалую ваши слова? Как я приду в суд и скажу, ваша честь, он мне знает, что сказал? А если еще через переводчика моего перейдет, то там вообще мат приведет. Ну, триста девятнадцатая мне как пить дать, ледет. Саня, триста девятнадцатая-то уже есть. Есть? Ну, я не сомневаюсь. А за что? Какие слова? Ну, пока мы не знаем. Вот только мы из этого суда узнали, что триста девятнадцатая. Уже? Две сто шестьдесят третья, вторая и третья части. И написано до триста девятнадцатая. Очень хорошо. То есть, когда, при каких обстоятельствах? То есть, вообще ничего не известно. И еще даже мнение обвинения никакие не предъявлялись, никакие неочные ставки, ничего. Я даже, я сам про это не знаю. Я опять написал на все управление, вот это их следственная часть. Значит, я ж туда ездил, вот. Там скандал был. В итоге написал один раз, второй, третий. Вот. Поэтому будем сейчас ждать опять. Вот. Пойдем опять в суд. Россия этого не сделает. Опять в суд пойдем. Нам правда, да. Мособлсуд, Бабко или как его там, который вышел и говорит, что в Кашере суд сказал, уходим на встречание на сорок пять минут, а на час, пока он печатал шесть листов. В Мособлсуде почему-то он две-три минуты шесть листов пропечатал. Ну, там четырех минут не прошло, да. Он вышел уже с готовым судебным актом, и там все было понятно. Да, сегодня было подано на два заявления, чтобы вернули мне письма. Напишу заявление о краже. И еще там заявление было написано. Выдать карточку, справку, поощрение взыскания. То есть у меня взысканий никаких нет. Они говорят, не только выдаем, но только адвокату. Я говорю, что за бред это? Почему только адвокату, где это прописано, что куда? Ну да, да. Пусть адвокат, говорит, делает запрос, мы ему ответим. Здрасте. Так это они, почему тебе не выдают? Это незаконно, на самом деле. Они хотят, чтобы я прислал им запрос, а по закону они 30 суток с момента получения будут его рассматривать. А потом будут только отсылать. И в том случае, если я его не получаю, пока я напишу дальше жалобу и так далее, в прокуратуру, чтобы их оштрафовали за то, что они не ответили на адвокатский запрос. Потому что на адвокатский запрос нужно обязательно ответить. Это как на милицейский запрос. Поэтому они так и говорят. На самом деле, конечно, они должны тебе отвечать. У Лимонова вчера была мера посещения. Пустили домой? Не знаю. Домашний арест скрыт у нас на сайте суда. Ну я не удивлюсь, понимаете. Человек находится... А там без вариантов, конечно. Там либо домашний арест, либо у него будет пописка. Как у первого нашего деятеля. У него досудебное соглашение он завел? Конечно. Ну, кстати, сын депутата МОСОБУДУМА Единой России. Миллиардер, можно сказать. 750 миллионов у него... Там это было... Ой, как говорили... Ну, а... Второго 250 миллионов. И как вы думаете, кого закроют? Как выяснилось... Есть показания, когда они знают, что велась ОРМ, да, оперативно-народственные мероприятия велись. Они все записаны. И скрывать им там нечего, незачем. Вот. И они говорили правду на первом допросе. А потом полгода человек ему рыжет. Ставят ему... Или мы тебя отпускаем домой, или твоя семья сядет. Либо ты говоришь против дорогого. И он, естественно, выбрал дорогого. И мне там... Увидите на видео, как он мне показывает. Говорит, Саня, кошмар, что со мной делает. Увидите его лицо. Что с ним происходит. Стоит весь заслезанный. Занервничать. Естественно, они выбрали меня. Более того, работает в отделении. В Люберецком отделении полиции. Общественный совет. К общественному совету Люберецкому уже были вопросы. Там увольняли их. Но так как телефон Филимонова оказался в руках у следствия, то там я понимаю, что должны полететь головы и прокуроров, и следователей, и полицейских. А вот и они. Прокурор притащит опять своего строителя на дачу, который устроит клапку. Он скажет, ты по-молдавски знаешь? Да. А по-русски? Бельмец немножко. Пойдем, дорогого там у нас. Дорого хочет опять на кинчин. Достоверная информация от моего источника. Он сказал, что мне дали возможность сбежать. Оставив Котелевского. Им нужен Котелевский, не я нужен. Я и должен был оставить его в тюрьме, а сам сбежать. С Каширы домой я сам добирался. Своим ходом. А, ну да. На похороны меня на второй же день. Следователь же говорил, что он может сбежать. Там написано, ну ты что, он может скрыться на похороны за 400 километров. Дороги меня отпустили, без проблем отпустили. За день суда сняли с меня браслет. За сутки до суда сняли браслет. И суд я добирался своим ходом. Понимаешь? Следователь увидел меня в этом. Прокурор. Судья говорит, да что ты, дебил, что ли. Сколько ему не делай. Возможность, он ничего не избегает. Как только не это самое. До свидания. До свидания. Давай, Саш, удачи.